Торшион, или Торшионский храмовый комплекс, археологический комплекс у города Торшин на Мальте, датируется около 2800 года до н.э. Включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с пятую другими мегалитическими храмами Мальты. Крупные каменные блоки были обнаружены в 1914 году городе местными крестьянами при вспашке поля. После случайного открытия близлежащего подземного святилища в 1913 году городе владелец земли, где были обнаружены блоки, предположил, что они тоже могут иметь археологическую ценность. Он связался с директором Национального музея Тимистоклесом Заммитом, который начал раскопки и обнаружил центральную часть храмового комплекса. Описание. Торшион состоит из трех отдельных, но соединенных друг с другом храмовых сооружений. Главный вход был реконструирован в 1956 году, когда весь храм подвергся реставрации. Тогда же многие из камней с резными узорами, обнаруженные вокруг Торшиена, были перемещены в помещение археологического музея Лаваллеты для защиты от разрушения. Первый храм датируется примерно 3000 года до нашей эры. Из всех храмов Мальты он украшен самыми изысканными каменными рельефами. Средний храм датируется примерно 3000 года до нашей эры. И, в отличие от всех прочих храмов Мальты, имеет три апсиды вместо двух. Восточный храм датируется около 3000 сотого года до нашей эры. Далее, на востоке видны руины еще одного, небольшого и более древнего храма, который датируется около 3250 года до нашей эры. Особый интерес представляют каменные рельефы Торшиена, изображающие домашних животных, а также алтари и ширмы, украшенные спиральными фигурами и другими узорами. Между центральным и южным храмами находится камера размером в толщину стены с рельефом, изображающим быка и свиноматку. Материалы раскопок показывают, что Торшиен интенсивно использовался для ритуалов, возможно, включавших жертвоприношения животных. В передней части алтаря третьего храма Торшиена обнаружено отверстие, плотно забитое камнем. После его расчистки археологи нашли большое количество костей и рогов животных, а также кремниевый нож для жертвоприношений 4. Интересно отметить, что по Торшиену можно судить о методе сооружения мегалитов, рядом с южным храмом сохранились импровизированные «салазки» для перекатывания камней. Кроме того, в центре южного храма сохранились свидетельства кремации, что говорит о повторном использовании храма в качестве кремационного кладбища в эпоху Бронзового века. Культурно-исторический период по названию храма Торшиен назван археологический период, Торшиенский период, или Торшиенская фаза доисторического периода Мальты. Когда сицилийская культура Капа Грациана обладала значительным сходством с мальтийской, либо даже была ее местным вариантом. Продолжение следует...